Ребята, всем доброе утро! Сегодня у нас прекрасная суббота, солнечная. Я бы не сказала, что супер теплая, потому что отлично из Дузай, потому что за окном около 5 или 6 градусов тепла. Мы поубирали в детской, я разобрала вот эту вешалку, потому что она мне не нужна, мы больше ею пользоваться не будем, и пропылесосила. Вот эту мебель тоже еще нужно убрать. И я немножко приобрела себе в порядок. Я вам уже приготовил. А Ваня приготовил завтрак! Ты же не будешь никакие овощи на завтрак, это вредно же. Правильно? Конечно, буду. Наверное, вот эти вот, которые вчера мы не доели. Мы вчера, так как у нас вчера на ужин была пюрешка, на следующий день самое вкусное, это пюрешка с яйцами на завтрак. Ну как завтрак, на поздний завтрак. Нормальные люди сейчас обедают, а мы только будем принимать первый прием пищи. Принимать первый прием пищи. Да, вот такую вот красоту Анечка тут у нас приготовил. Да, вот эта вот непонятная такая тема. Да, потому что я люблю, чтобы оно так перемешано было. Там у нас хлеб не осталось, да? Есть, есть хлебушек, да. Вот загляни, смотри. А теперь у нас... Та-дам! И он не сухой. Шикуем, у нас там столько хлеба, просто 10 человек накормить. Так что мы будем сейчас кушать, смотреть сериальчик и всем приятного аппетита! Пока Ваня там загружает посудомойку, посуду мы немножко прикрыли персиану, потому что не видно телевизор. Так как купили уже мы все для стирки, в общем, стираю эти вещички, которые у нас есть, эти пеленки. Это у меня цветное, а белое я уже постирала, оно уже высохло, я его утром сегодня все поубирала. Потом это все еще переглаживать буду. Сейчас буду развешивать вот это все. Музыка 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 Ребята, мы тут сидим и смотрим сериальчик. Сериал называется You, ты 2018 года, он от Netflix, Катюша у нас уже позанималась на этом мячике, у него там название какое-то есть, ну пусть будет просто мячик. И сейчас Катя пошла делать кофе и чай. Кофе? А? А пылесос не может найти дорогу домой. Не может? Не, оно упирается в дверь, как осел. Помоги ему, пни его. Ух ты, у нас такое даже дома есть? Да. Это же мы вчера купили, нет? Угу. О, нашел. Опять врезался. О, едет, едет. Едет? Да. Я просто ему это управлял, поэтому он потерял дом. Пусть я знаю, лежит. Ну, ему сложно. Пуся, Аня. Пуся, Аня. Кстати, сегодня у пылесоса я заменил щетки, все фильтры, все поменял. Лера у нас он как новенький. И я думаю, что он раньше очень хорошо пылесосил, но в последнее время пропускал. Вы сейчас, я думаю, так, все поменяли? Да, там сенсоры помыл я. Их, оказывается, вручную нужно мыть. Ну, я не знал об этом. Мне об этом приложение сказало, что нужно помыть сенсоры. Все, будем дальше смотреть. Суббота день прекрасный. Да, да, сказал. Пуся, Аня, тебе нравится сериал? Нравится. Или не очень? Нет, пусть и все нравится. Ребята, у нас уже за окном темно. Я сварила кастрюлю борща вкусного-привкусного. Ваня поехал на заправку покупать хлеб, хлеб, потому что борщ мы любим кушать с хлебом и майонезиком. И я еще люблю лучок при этом в прикуску. А сальце ты не любишь? Кого? Сальце. А, сало. Точно, оно же есть сало в морозилке. Которому уже 5 лет, наверное. Да ну, мы всего тут. А? Мы еще даже года в этой квартире не живем. А у нас... Мы его перевезли салонами. Нет, мама привезла, ну, это, передала новое сало. Ключик? Да. Так. Ну, ничего не знаю. Ключи и деньги. И купи... Деньги надо, что ли? Ну, хлебушек бесплатно не раздают. А плохо. Ну, пойди в пижаму, что ли. Здесь у меня ноги. А коленки модные. Пижамные модные коленки. Блин. Я не жертвовал. Я не пахнул. Давай. Паковали. Ездят за хлебом. Вот такой вот вкусный-привкусный борщик. Ммм. 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 Блин. Сварила опять целую кастрюлю. Каждый раз, когда борщ варю, зарекаюсь, что нужно готовить маленькую кастрюльку. Но не получается у меня борщ, а маленькую кастрюлю как готовить. Сегодня мы его поедим, но завтра еще Ваня тоже поест, а потом его буду есть я, потому что Ваня часто больше не ест. Ну, он не может несколько дней подряд, но ему не нравится есть один и тот же борщ. Ну, я надеюсь, он получился очень вкусный, и мы съедим его быстро. Но он получился вкусный. Так, что я хотела? А, мы смотрим, продолжаем сериал еще в субботу. То, что нам никуда не нужно идти, никуда не нужно ехать. Мы смотрим какой-нибудь классный сериал, или фильм, или монтик. Вот тут на диванчике вдвоем. Вообще красота. Кайфуем, одним словом. Пусяшечка, иди к нам. Иди сюда, моя девочка. Здрасте. Она все это время спала, проснулась, и походу дождется, когда мы сядем опять на диван, и опять будет рыхнуть с нами. Да, Пуся? Моя девочка. Мы досмотрели сериальчик. Концовка, конечно, очень неожиданная. Ну, в общем, сериал очень крутой, кто не видел, посмотрите. Есть там всего 10 серий, один сезон. Следующий сезон в Эдитаж. Осенью 2019 года. Так что ждать еще? Весь год практически. Вот, начали смотреть фильм «Звезда родилась». Вот, выключили на 26 минуте. Не то, что выключили, остановили, решили уже завтра досмотреть. Что-то целый день за телевизором уже назарел. Вот, поэтому сейчас пойдем монтировать влог. И уже увидимся с вами завтра. Завтра мы планируем поездочку. Не знаю, в итоге мы поедем или нет. Посмотрим по погоде. Но было бы круто, да, только куда выбраться. Катюша, нас тут... Нет, мы не тут. Душу идешь сейчас. Я уже вышла из душа. И, ребят, хочу поделиться с вами вот таким вот классным боди-кремом. Это мне Ваня подарил. Вместе в наборе, вместе с духами. Это просто нереально классный крем. Он так хорошо впитывается. И невероятно вкусно пахнет. У меня такого же аромата и сами духи. Вот. Вот это вот название. В общем, обалденный крем. Единственное, что он такой гигантский. Я не знаю, ему можно очень долго пользоваться. Он вообще никак не закончится. И баночка, то, что классная она. А, по-моему, что-то либо стекло, либо металл. Потому что она нереально такая тяжелая, весистая. И я нашла вариант, как избежать пятен на поверхности, вот в комнате. А Ваня, помните, в 84 подарка подарил мне вот такие вот подстаканники, да? В общем, такие подставочки для чашек. Это нереально удобно. Теперь у меня постоянно чистая тумбочка. Вот. И здесь лежит книга, которую я читаю. И я хочу дочитать вот эту и начать уже вот эту читать. Не люблю начинать несколько книг. Потом я их в итоге ни одну не заканчиваю. Поэтому сначала я прочту одну, а потом вторую. Сейчас как раз перед сном можно немножко почитать вот эту вот книгу. Тут, кстати, и про грудное вскармливание тоже. Для про грудное вскармливание тоже написано. Все нюансы. Очень-очень рекомендую эту книгу. Ну, по крайней мере, вот то, что я прочитала, было очень полезным и интересным. Еще хочу рассказать вам по поводу планера и вот детского техника, который я вчера вам показывала. В общем, заглядывайте в мой инстаграм. И там в сторис есть, где я отметила группу, в которой я, в общем, заказала эти планеры. И еще, смотрите, что у меня есть. Вот такой вот календарь на стену. Мой первый год. Очень удобно будет первый год, так как постоянные визиты будут к врачу, прививки, все дела. То здесь вот все важные моменты, которые нужно будет посетить. Это все можно отмечать. Сюда вот клеить фотографию. Там первый месяц, режим дня, там какие-то заметочки. И так вот до самого годика. Ну, в общем, мне кажется, это крутая идея. И еще, что классно, в конце этого календаря есть аж два листочка, таких больших, с различными стикерами. Вот первый зубик, там разные заметочки, походы к врачу, там прививки. Вот это вот все, это все можно приклеивать, короче, круто. И я думаю повесить, потом уже в дальнейшем посмотрим, куда мы повесим, на какую стену, где будет удобнее. Но я думаю, обязательно будем пользоваться таким вот классным календарем. Ну, и, естественно, этот дневничок. И тут целый набор стикеров для него. Кстати, вы многие пишите, что у меня очень сейчас хорошо выглядят волосы. На самом деле они сейчас у меня очень сильно лезут. Я просто везде. Такое ощущение, что я помечаю мечу территорию. Потому что реально мои волосы очень стали выпадать. Шлейф просто моих волос. Я соглашусь, что они стали у меня намного ярче. Нет? Вот я сейчас смотрю на камеру, они реально очень-очень рыжие. Когда вот ты снимала, он был очень такой яркий. Да. Рыжий цвет. Но лучше они у меня не стали. Они стали у меня безумно выпадать. Обычно у девушек это происходит после того, после родов. А вот у меня выпадают при беременности. Причем последние, наверное, недели две начали у меня так активно-активно выпадать. В общем, ладно, мы будем с вами прощаться, ребят. Такой вот у нас сегодня денечек получился домашний. И мы посвятили этот день друг другу и телевизору. Какой-то странный день недомашний. Не, ну, я в том плане, то что мы никуда не ездили, ни в какой магазин, никуда не ходили. Дома весь день провели. Но я люблю такие дни. Не знаю, мне так хорошо, уютно, комфортно. Да мы вот так вот вместе дома. Ладно, все, ребята, всем спокойной ночью. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok